В 2021 году процедура оформления ИН, как и раньше, не отличается особой сложностью, достаточно обратиться в налоговый орган, и уже через пять дней заявитель сможет получить желаемое свидетельство с указанием идентификационного номера. Но при этом далеко не все знают, какие документы нужны для получения ИН, общая информация об ИН. Согласно П1СТ, 83 Налогового кодекса РФ, ФНС ведет налоговый учет не только физических, но и юридических лиц. Все они становятся на учет по месту прописки, жительства пребывания, месту фактического нахождения, в отношении организаций или месту расположения принадлежащего им имущества. Налоговый учет является добровольным, но при этом в процессе нормальной жизнедеятельности в РФ он потребуется всем без исключения физическим и юридическим лицам, независимо от гражданства и возраста. Постановка на учет осуществляется бесплатно, госпошлино взымается лишь за получение дубликата свидетельства. По результатам такой постановки, согласно П7СТ, 84 НК, каждому налогоплательщику физическому лицу присваивается уникальный цифровой код ИН, идентификационный номер налогоплательщика. Он представляет собой последовательность из 12-10 для юридических лиц, цифр, в которых зашифрован код региона, номер налоговой службы и номер, внесенный в реестр налоговой записи. По результату постановки выдается свидетельство о постановке на учет, которое не стоит путать со СНИЛС, стандартный пакет документов для получения ИН физическим лицом. Чтобы встать на налоговый учет и оформить свидетельство с указанным в нем налоговым номером, проживающее в России физическое лицо должно подать документы на ИН. Самый простой способ – обратиться в налоговый орган по месту жительства, пребывание, но есть и другие, о которых мы расскажем позже. Так, для оформления свидетельства нужно направить в территориальную инспекцию перечень документов, заявление о постановке на учет по форме номер 2, двух учет, паспорт или иной документ, который Удостоверяет личность гражданина РФ, например, удостоверение военнослужащего военный билет, если в паспорте нет сведений о месте постоянной или временной регистрации, документ подтверждающий Наличие такого адреса по форме, утвержденной ГУВМ МВД, доверенность на получение ИН физического лица в налоговой инспекции, если документы подает представитель физического лица Основным документом для физлиц является заявление Оно подается по форме, утвержденной приложением номер 6 копеек приказу ФНС номер Як-6, Email Protect от 11,08 В нем обязательно указываются фамилия, имя, отчество, сведения о смене имени, дата и месторождения, вид и реквизиты документа удостоверяющего личность, наименование органа его выдавшего Гражданство заявителя, адрес проживания, в том числе почтовый индекс и код субъекта Федерации Сведения о документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства или месту пребывания Дата регистрации по месту жительства, пребывания и адрес, при необходимости адрес взаимодействия, если у заявителя нет места жительства или пребывания в РФ Образец заполненного заявления выглядит так Скачать PDF 519 КБ Обращаем внимание, что в общем порядке заявитель представляет документы в оригинале, однако если он подает заявление почтовым Отправлением, ему потребуются нотариально заверенные копии указанных документов Пакет документов для оформления ИН ребенку Процедура постановки на налоговый учет несовершеннолетнего принципиально ничем не отличается от процедуры получения ИН взрослым Для этого в налоговую инспекцию сам несовершеннолетний, если ему это позволяет возраст и объем дееспособности, или его законный представитель, должны представить такой список документов Заявление о постановке на учет по форме номер 2, двух учет, такое же, как и для взрослых Паспорт, а если ребенок не достиг 14-летнего возраста, свидетельство о рождении, паспорт родителя, если заявление Подает не лично несовершеннолетний, а его родитель или иной документ, подтверждающий права законного представителя, опекуна-попечителя, документ, подтверждающий место регистрации Ребенка, если такие сведения не внесены в его паспорт, либо подано свидетельство о рождении, а данные о ребенке не внесены в паспорт родителя Как и в вышеописанном случае, основным документом будет заявление Получить его можно в любом органе ФНС, либо скачать выше и заполнить дома При этом должны быть соблюдены общие правила заполнения Заявление заполняется как от руки, так и с использованием ПК или иных технических средств Заявление заполняется печатными буквами Понятным почерком не допускаются ошибки, зачеркивание-подчеркивание и иной непредусмотренной формы отметки Для одного знака места предусмотрен лишь один символ, сокращение недопустимы Все наименования вписываются полностью Цвет шрифта черный, в том числе и для случаев заполнения от руки Документы для оформления ИН иностранным гражданином Иностранцы также имеют в 2021 году возможность оформить в налоговом органе свидетельство ИН В случае прохождения иностранцами миграционного учета, покупки транспортного средства или недвижимости в РФ Постановка их на учет осуществляется автоматически, по сведениям, переданным В налоговую службу миграционной службой, Росреестром или ГИБДД По результатам автоматической постановки на учет иностранец получает уведомление Если этого не произошло, он может самостоятельно встать на учет, для чего ему необходимо представить Заявление о постановке на учет по форме номер 2, двух учет Вид на жительство с отметкой о регистрации По месту жительства Паспорт иностранца с отметкой о разрешении на временное проживание и отметкой о регистрации по месту проживания Паспорт или иной удостоверительный документ плюс отрывная Часть бланка уведомления о прибытии или миграционной карты с отметкой о регистрации по месту пребывания Если документы составлены на иностранном языке, потребуется их нотариально заверенный перевод. Оформление ин организацией. Организации, в отличие от физических лиц, не имеют возможности выбирать, получать ли им ин и становиться ли им на учет. Согласно СТ-80RING, они ставятся на налоговый учет независимо от возникновения у них обязанности по уплате налога. При этом необходимость подавать заявление о присвоении идентификационного номера юридическому лицу не возникает, постановка на учет происходит одновременно с учреждением компании и ее. Регистрация в налоговом органе. Как только принимается решение о государственной регистрации юридического лица, одновременно с этим ему присваивается ИН. Он может быть изменен лишь в результате реорганизации предприятия. Свидетельство о постановке на налоговый учет, в котором и указан ИН, выдается организация одновременно со свидетельством о регистрации в реестре юридических лиц ЕГРИЛ. Напоминаем, что ИН организации состоит из 10, а не из 12 цифр. Он всегда указывается в расчетах, заявлениях и других документах, подаваемых в налоговую инспекцию, платежных поручениях на уплату налогов и страховых взносов, счетах-фактурах и других. Документах. Узнать ИН Юрлица можно в том числе и из сведений ЕГРИЛ, которые благодаря электронному сервису FNS играл.налог.ру.индекс. HTML являются общедоступными. Как оформить ИН? Закон предусматривает несколько законных способов оформления ИН, среди них – личная подача документов в ФНС, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, пребывания или нахождение движимого и недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации. При отсутствии места жительства, пребывания и имущества, можно подавать документы в любой налоговый орган по выбору лица. При необходимости документы можно подать через представителя по доверенности. Личная подача документов через МФЦ. Такой вариант доступен не для всех регионов. Подача по почте. Подача в электронной форме. Направить заявление можно через интернет-сервис ФНС ХТПСДС, сервис, налог РУСТЭТИК, персонал дейта. HTML для подачи заявления необходимо предварительно зарегистрироваться на портале. Любой из этих способов подачи имеет немало особенностей. Заключение. Свидетельство ИН – обязательный документ, который подтверждает постановку на учет в налоговом органе. Для его получения потребуется минимальный пакет документов, который будет отличаться в зависимости от категории заявителя. Для обычного гражданина, кроме заявления, потребуется лишь. Паспорт. Несовершеннолетнему, помимо паспорта родителей и заявления, потребуется свидетельство о рождении. Для иностранца к заявлению и паспорту добавляется РВП, ВНЖ, юридическим лицам. Какие-либо документы подавать не обязательно, их постановка на учет осуществляется автоматически при создании. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.